По-моему, почти нет ничего. Поэтому мы слегка, просто, чуть-чуть, совсем немножко. Просто уберем останки макияжа. Не будем делать серьезную, мощную процедуру. По хорошему доктору тоже следовало бы завязать волосы, но... Теперь с другой стороны мы проделываем все то же самое. Сейчас я неужно, вы зайдете сюда. Средина лба на носе, да, протираем кожу от носа по массажным линиям, аккуратненько, убираем все загрязнения. Фактически, если вы опытный косметолог, вы это можете делать параллельно двумя руками. Я просто не дотянусь, мне нужно встать на сыпочки и перевеситься на плечи. Вот, у меня так не получится. Но еще раз повторяю, если вы не намереваетесь производить манипуляции в зоне век, лучше не трогайте глаза пациента, клиента, пардон, который сел к вам в кресло, просто в обычной домашней обстановке. Я распоряжаю. Я буду вас пихать периодически в разные стороны. Двигающийся штатив. Да, двигающийся штатив. Вот, и с этим токоном нам нужно действительно снять макияж с глаз еще раз. Итак, просто одним подвижением. Настолько действительно мицеллярная вода все хорошо смывает, что мне достаточно буквально нескольких движений. По идее, можно было нанести тоник, в смысле, можно было нанести молочко, если был бы обильный макияж, влажными пальчиками повозюхать по молочку, по поверхности кожи, снять молочко и так далее. Но теперь нам нужно снять остатки мицеллярной воды. Это можно сделать просто тампоном, смоченным в обычной воде, или и дальше уже протереть лицо тоником. В Киеве последний раз я тоже работал штативом. Поэтому мы просто протираем быстренькими движениями. И то, что действительно остатки нужно снимать, я вам показываю. Видите? Не оставляйте мицеллярную воду на поверхности кожи. И кожа у Елены действительно довольно такая тонкая. Довольно... Хотя состояние кожи прекрасное. Уже просто отдельные какие-то стигматы, которые хочется уже немножко подкорректировать. Итак, что мы делаем далее? По сути, дальше нам нужно протереть лицо тоником, потому что следующий этап нашего манипуляции это демизирование кожи. Тоник в этом случае нам поможет снять остатки загрязнений и приведет к коже немножко в состояние увлажнения и тонуса, что собственно мы сейчас и проделаем. Тоник почему-то назвали абсорбирующим, я не знаю почему, но в любом случае мы протираем лицо тоником, проходя остатки, забирая остатки загрязнений. Еще показываю. Надо смывать мицеллярную воду. В общем, кожа готова. В принципе, следующим этапом, если бы у меня сейчас был тот тоник, который у нас появится ночной, вот с небольшим концентрацией АХ-кислот, это было бы сейчас идеально. Мы бы протерли бы кожу этим препаратом, и кожа бы приобрела более ровный оттенок, мы бы убрали бы отмершие клетки. У меня его нет под руками, мы не будем делать процедуру микрошелушения, микропилинга и так далее. Мы с вами должны восстановить тонус кожи, сделать ее более ровно окрашенной, и фактически сейчас тогда начнем, в общем-то, с маски. Итак, маска кислородное питание, потому что кожа тонкая, как я вам сказала, достаточно возрастная. И сейчас наша главная задача восстановить ее эпидермальный барьер. Но, как я вам показала ранее, видите, у нее красные щечки. У нее довольно близко расположены сосуды, они немножко полопались, и здесь на самом деле нам нужно избавиться именно от этого. Усиливая действие всех препаратов, либо наш кислородный бальзам, наш легендарный кислород, либо у нас есть совершенно потрясающая вещь. Это наш бустер, кислородная сыворотка, которая по эффективности, наверное, превосходит все вместе взятые препараты. И для того, чтобы действительно показать, как щечки сейчас повреднеют через некоторое время, несколько капель этой сыворотки наносим под маску, оставляем ее здесь, эту самую сыворотку, особо делая акцент именно на тех зонах, где у нас есть проблема. Клинику, которую мы проводили с этим самым бустером кислородным, она настолько ярко показала его суперэффективность, что даже исследователи попросили у нас образцов попользоваться, потому что усилить эффект. Маска у нас, к счастью, в тубе. Поэтому нам не нужно лазить в банку, с помощью шпатели наносить и размазывать. Можно нанести маску с помощью кисточки. Можно нанести просто руками, потому что, если вы хотите показать свой профессионализм по вашему консультанту, то, конечно, прошу бы маску разнести кисточкой. Поэтому я просто крупными масками сейчас ее нанесу, а потом разнесу кисточкой совершенно аккуратненько. Это с этой стороны. Это кислородный активатор, бустер наш, кислородная сыворота. 0281. Извините, я никогда не знаю цифр. Для меня всегда входит в состояние недоумения. Думера в нашу аппарату. 0268. Маска для лица. Кисточкой удобно наносить, поэтому я вам сначала показала, как это дело с пальцами, но если нет, то руками кисточка с другой стороны зайдет. Я боюсь не спачкать этот черный шарф. А у нас нет разжалки, что не транслируется ничего на этот самый, на экран. Техника не совершенна, но мы совершенно с вами. Поэтому внимательным образом просто наблюдаем за этим процессом. кисточка позволит вам маску разнести достаточно равномерно, а если вдруг препарат жидковат, то здесь она не даст возможности ему стечь куда-либо. маску наносит достаточно тонким, плотным, заметным слоем, совершенно не модно, то есть мода на толстые-толстые слои маски прошла. То есть если маска, маска у нас достаточно кремистоя, здесь почти нет наполнителей. Это именно сделано специально для того, чтобы насытить, насытить фактически кожу именно маслами. Наполнители любые в виде глины, в виде бентонита и так далее, высыхающие маски, они немножечко тащат на себя влагу. А мы имеем дело все же с кожей, которая требует восстановления эпидермального барьера. Но, чтобы усилить этот эффект по-хорошему, сейчас нужно было бы взять салфетки, мы сейчас это проделаем, но их лучше бы смочить кислородным активатором, вот этим нашим спреем точнее, вот эта шиколка наша. Но у нас сейчас у меня его нет подрукованной, поэтому просто смочим водой. Зачем и почему сейчас мы с вами разберемся. У нас есть. Вот, потрясающе. Итак, берем салфетку, обычную тонкую косметическую салфетку, сворачиваем ее как косыночка, вот, и наносим на поверхность кожи, вот так. Лепим мумию из пациента. Вот. А теперь просим закрыть глаза. Закрываем глаза, просто чтобы не попало. Обильно смачиваем эту салфетку кислородным нашим спреем. Даем вторую салфетку, и можно смочиться заранее, они плотные такие салфетки в этой коробке. Налепливаем с этой же стороны. Отрепаем маленький кусочек, выцепляем голову. Многослойные оказались. Можно? Можно просто. Почему я показываю ее так, вы сейчас увидите. Вам так будет легче снять маску. Всего лишь. Так будет быстрее. Обычно время экспозиции такой маски хотя бы минут 15. Но за счет того, что мы положили под маску активатор, открываем нос и рот. За счет того, что мы положили под маску активатор, мы с вами усиливаем многократно ее действие. Более того, мы сейчас даже немножко раздвинем вот эту зону, потому что нам нужна будет зона вверх. Пока наш пациент сидит в состоянии комфорта и покоя какое-то количество времени, у вас есть две возможности с ним еще пообщаться. Берем руки, они суховатые, поэтому у нас есть еще, например, ночной крем для лица. Он очень жирненький, он очень приятненький. Мы наносим его на кожу рук нашему пациенту, клиенту, если я не могу, то есть понятие. Человеку, да, консультанту. И делаем небольшой массаж. Зачем нам это нужно? Кончики пальцев – это сплошные нервные окончания, которые приводят в состояние покоя и релакса человека, который сидит у вас здесь в кресле. Ему самому по себе очень хорошо и приятно. Можете взять крем для рук. Просто у меня его нет, но зато вы можете показать. Смотрите, Лена, потрогайте свою ручку и посмотрите, как помассировать немножко пальчики, делая акценты на кончиках. И посмотрите, разница между руками. Просто великая разница. Мы сюда мы руку тоже не будем отделять, поэтому нанесем сюда препарат. Пока, поскольку нам потом нужно нанести дневной крем, у нас ночной, и мы показываем, как он работает. Аккуратненько разносим препарат, слегка массируем пальчики, массируем ладошку. На ладошке вот здесь тоже очень много нервных окончаний. Это всегда приводит к состоянию умиротворения. Но это еще не все. Пока еще одно. Елена сидит с нашей замечательной маской. Руки стали шелковыми. Мы сейчас с вами проделаем следующее. Как я вам и сказала, у нас проблемная зона вокруг глаз. Сейчас мы будем ее лечить. Что я буду делать сейчас? У меня есть эргенантная маска. Увлажняющая. Итонизирующая. Ну давайте возьмем увлажняющую. И дальше мне нужна пленка. Мы берем два кусочка пленки небольшого размера. Приготовим ее немножко заранее. Обычная пищевая пленка. Собственно, этот кусочек нужно, идея, разорвать на две части. Ну а дальше разводим эту маску. Собственно, вы помните, с этими масками достаточно сложно разобраться, куда, сколько налить. Есть один фокус. Наливайте 50 мл воды в банку с крышкой. Обычная небольшая банка. Ну, хотя бы 1 литр 150-100. Высыпаете туда маску и энергично встряхиваете эту банку. Как только она булькать перестала, открываете и берете шпателем, она готова. Можно и так. А можно просто обычным путем, как мы это и делаем. Нам хватит маски на несколько моделей. Поскольку... Сейчас, мы сейчас немножко сдвинем. И это даже не будет на плотную, на твердую померку расположено. Теперь нужно 50 мл воды. Это все, безусловно, делается на глаз. Мне нужно сделать немножко гуще, чем она должна была быть. То есть, по идее, я добавила чуть меньше воды, чем должно быть. Но это важно, потому что мы эту маску будем наносить дальше на зону века. Берем вот такие плюшки из этой оригинальной маски на вот эти вот пленочки и делаем буквально дальше следующее. Здесь попала вода. Смотри, что можно как-то. Вот, видите? Альгинатная масса. Чуть плотнее. Закрываем глаза. Альгинат. Не бойтесь. Мы не сняли... Не снили ресницы. Не переживайте. Ужасная-ужасная-страшная картина. Вот шампанский. Вот шампанский. Кому еще налепить, но здесь у меня осталось ложкой маски. Народный на губы на расти. Те, которые вызывают проблемы. Мы немножко дамочим эту самую салфетку, чтобы она держалась. Оставим ее ненадолго. На самом деле, пока Игорь насидит, нам нужно, чтобы... Какие ощущения? Значит, что происходит сейчас с глазами? Ощущение прохлады, ощущение такого некоторого... Ну, люди, с которыми страдают глаустрофобией, им такую процедуру делать нельзя, они боятся. Так обычный человек легко переносит. Сейчас идет ощущение такого легкого тонуса. На самом деле, в чем фишка? Вокруг зоны глазного яблока очень много нервных окончаний. И даже, я помню из курса реминляционной экстренной медицины, если у вас возникает лист, то пароксизмальная кофекардия, между детскими надаметные глаза и глазные яблоки. Это сразу восстанавливает активность, частоту сердечных сокращений. То есть, и когда вы себя плохо чувствуете, вы часто, помните, как вы устали, вы трете глаза все время. Вот, то есть, даже просыпаясь, вы трете глаза, потому что нервные окончания, которые находятся там, они стимулируют вообще состояние тонуса организма. И вот фактически сейчас эта маска начнет потихонечку застывать. Вот эта легкая компрессия на глаза приводит к ощущениям потом, после того, как мы снимем все это, обычно у клиента такое ощущение, что он прозрел. Во-первых, кожа прекрасная после альгинатной маски, она разгладилась. Во-вторых, вот эти давления на глазное яблоко приводят к повышению тонуса организма, улучшается корообращение в этой зоне, поэтому кажется, что глаза стали лучше видеть. И вообще, сама по себе очень хорошая релаксационная процедура. И это одна часть, как бы, жизни. Потом я возьму еще одного, одну модель, да, и эту, ну, мне нужна модель с таким оплывшим овалом лица. Я хочу показать, как можно с помощью альгинатной маски и бинта сделать экспресс-лифтинг. Достаточно активный, поэтому одна, еще одна модель, что она будет нападать. Но пока Ирина отдыхает, нарушает немножечко времени, чтобы маски застыли. Глазки даже сейчас застыли. В случае, еще повторяю, здесь пленка, эти плюшки, маски, они хорошо работают. Но, если вы хотите целиком и полностью нанести эту маску на себя, ну, просто позаботьтесь, закройте поверхность, потому что, когда вы сами себе наносите, она может капнуть. Ну, а на глаза нет. Вы можете даже целиком и полностью нанести эту маску, вылить ее на более большой кусок пленки, и вот эту пленку взять и наложить себе на лицо, и это будет значительно удобнее иногда, чем ее размазывать на себе. И тогда вы быстренько подоткнете пленочку и ляжете на диван. Единственное, не сидите, потому что маска застывает, и чтобы не оттягиваться кожу, лучше в состоянии лежа или полусидя так, чтобы голова была, ну, запрокинута немножко назад. 20 минут релакса и покоя, и вы можете дальше видеть новые активные физики. Я бы только что вам сказала. Если вам неудобно ее размазывать шпателем, она растекается, возьмите побольше кусок пленки, вылите прям всю эту миску, возьмите за краешки эту пленку и нанесите ее, прям глюхните на лицо. Ну, освободите потом себе рот, если вам это мешает глаза, можно до носа выдышать, да. Но на самом деле я, например, для нужд, там, косметологов покупаю, есть прям готовые вырезанные эти пластиковые маски с дырками уже, вот. Ну, в принципе, и приковыряете дырочки себе для носа, ребят, да, да, по-быстрому. В общем-то, такая легкая история, которая, в общем-то, вполне себе способна. Я думаю, что он срок у нас. Ну, а теперь снимаем. Вот, смотрите, оно снялось, никому не мешает, ничего не зависло на ресницах. Может, вы подержали подольше, конечно, но, видите, все прекрасно ушло. Снимаем второй глазик. Ленку можно и заранее убрать потом, она... Вот второй глазик. Отпечаталась века. Как ощущения? А теперь зачем вы еще вот это все салфетками? Ощущения великолепные совершенно. Вот смотрите, я просто салфеткой, одним движением убираю маску. Вам не нужно особо... Вы потом да уберете ее спонжами, но фактически вот легким движением мы убрали фактически всю маску с лица. Плюс еще мы ее активизировали. Сейчас мы протрем остатки, и все, и все, в общем, масло не было. Я не стала брать спонжики. У нас есть с вами прекрасные спонжи. Это я потерялась. Это штучка. Ого, я сейчас это возьму. Лучше, конечно, взять спонж, но этот спонж должен быть индивидуальный. Это ваш личный. И тогда вы этот спонж дадите своему клиенту, потому что второй раз... Ну, спонж должен быть един... То есть для человека, который пользуется один раз. Поэтому, если нет, лучше возьмите ватные диски. Но для простоты мы все-таки уберем сейчас остатки маски. Очень жалко, что мы не сделали фотографию до и фотографию после. Но уже сейчас мы даже не наносили базового крема. Уже сейчас это выглядит значительно более... Кожа более свежая, более мягкая. И ощущение, что мы макияж сняли. Но кожа значительно лучше выглядела, чем с макияжем. Он активно работает. Я не знаю, что вы видите. У меня, кажется, оно все патянулось. Оно действительно патянулось, просто хочу остатки. Сюда бы нам даже видно. Даже не хочется лишний раз, что-либо наносить. По идее, нужно истить длинную крем. Но я нанесу... Закройте глаз. Стоп. Здесь ложится. Мы чуть меньше держали аригинальную массу. Поэтому она застыла, конечно. Но ощущение с глазами. Как? Народ очень беспокоится, что я вам закрепила глаз. Нет, это было очень приятно. Во-первых, такой охлаждающий эффект. И состояние подтянулось. Не знаю, как-то... Все подтянулось прям к верху. Все прям, я... Несколько капель кислородного активатора, потому что кожа настолько свежа, что очень хочется что-то легкого на поверхность вместо защитного дневного крема. Этого тоже бывает достаточно. Вот, собственно, главное и основное очень быстрый мастер-класс. Для того, чтобы действительно могли... Я говорила много сейчас. А так, в сущности, это у вас не займет больше 15-20 минут. И, собственно, еще повторяю. Эти салфетки особенно вам помогут снять маску с глиной. Потому что эту маску можно было бы и так оставить и просто спрей немножко спрыслать с поверхность кожи. Но если глиняная маска, если она высохнет, вам ее снимать в такой позиции очень тяжело. А говорить вашему другу, который сидит в лесу, иди, пойди, умойся, а я пока тут это... Ну, это немножко не комильфо. Лучше это все проделать самому. Поэтому вот эти салфетки смоченные, даже просто минеральной водой, если у вас под рукой не оказалось тоника или просто любым нашим тоником, не важно. Это даст возможность... Во-первых, активнее будут впитываться ингредиенты активные маски. Во-вторых, это даст возможность действительно очень быстро получить эффект. Вот это вот самое главное. Посмотрите ручки, которые мы один раз сегодня нанесли крем. Все, это шок. У нас который час времени, просто мне нужно сориентироваться дальше, что... Еще час десять. Ну и следующая процедура, когда мы Елену отпустим сейчас с удовольствием получать дальше на вашем красный день рождения. Спасибо огромное за такой подарок, великолепный, и вам, Валерия Михайловна. Руки у вас просто волшебные. Я столь... Я не знаю, руки волшебные. Спасибо огромное. Спасибо Наталье вам за подарки, за поздравления. Я не ожидала. Это очень приятно. Спасибо. Ну а теперь, кто у нас следующий? Давайте на вопросе. У нас еще будет время. У нас с вами час времени. Мы сейчас за 20 минут управимся. Спасибо. Ну, посмотрите. У нас прекрасная клиентка сейчас. Как ее зовут? Нина. У Нины уже... Нина у нас дама того самого прекрасного возраста, который в международной классификации... Да, называется... Зрелый. Я вам правильно сказала? 33. Проделываем все то же самое. Действительно, нужно обязательно надеть шапочку, потому что, еще повторяю, если вы просто наносите препараты кремом, возможно, никаких проблем не возникнет, но мы с вами сейчас работаем с масками, а маски, они тяжело смываются. Мы не будем больше проводить такую массированную процедуру, мы теперь потом перейдем к вопросам на ответ, но я хотела вам показать главное. Представим себе, что у Нины завтра, например, или сегодня вечером важное мероприятие, и очень ей хочется выглядеть, ну, просто вау. И все должны ей делать комплименты, потому что кислородная косметика, самая кислородная в мире косметика, которая лучше всего на свете восстанавливает тонус кожи и структуру лица. У вас практически нет макияжа, но тем не менее, вы должны обязательно очистить кожу. Тем же самым экстренным вариантом и с помощью мицеллярной воды мы будем работать. Я хочу вам просто показать, как работают салфетки, потому что салфетки действительно иногда помогут вам избавиться. Здесь нет особо много макияжа. Нина, у нас дама, вообще ничего нет на лице. Чуть-чуть тональника. Чуть-чуть тональника. Но кожа у Нины очень чувствительная. То есть я просто провожу рукой по лицу, и она слегка розовеет. На щечках тоже купероз. Сюда, поэтому Нине нужно каждый день, утром и вечером, на эти щечки наносить кислородный бальзам или кислородную сыворотку. Поскольку кожа у Нины довольно, с одной стороны, плотная, но в то же время уже потерявшая изрядно тонус и довольно обезвоженная. Поэтому мы сейчас, пока я буду делать заглянанную маску, сделаем такой легкий бутерброд, как всегда. Небольшое количество кислородного активатора на кожу. Я не сделала главное. У меня не смыло остатки водой. Кожа настолько сухая, что вода прям скатывается с лица. Пергаментная такая кожа. Наносим активатор. Причем, по всему, по лицу, потому что, еще раз говоря, кожа пергаментная, нам нужно, чтобы лицо было увлажнено. Следующим этапом это сделать альгинатная маска, но в нашем случае нам очень важно сейчас ее насытить еще немного гладой. Поэтому я возьму увлажняющую маску серии увлажнения и кисточкой ее воздействую по поверхности маски для лица. Разносим тонким достаточно слоем, максимально тонким, до чего у вас получится. Эту самую маску. Немножко затрагивая поверхность шеи. А если есть возможность, то и для кольжа. Лицо у женщины заканчивается на уровне талли. Это все помнило. Поэтому я не помню, но я не помню, но я не помню, но я не помню. Это все очень много. Мужчина там заканчивается группой. Заканчивается группой. Кубики. Доховайте. А что вы не наносите? Все то же самое. У Саши все в порядке. Я просто вытащила, вот та, которая была до этого. Итак, я беру следующий пакетик. У нас тонизирующая альгинатная маска. Это здорово. Это хорошо. Теперь мы должны будем ее развести. У меня здесь не очень много простого. Поэтому я не могу сейчас вас применять с пленками. Но тем не менее, здесь... Ее нужно очень быстро попытаться все-таки размешать. Не, не, не. А, сейчас пленка не нужна. Довольно энергично смешаем вот эту вот штуку. Вот эта зеленая жижа, которая у меня оттуда образовалась, это не что иное, как спирулина. Вот это зеленые микроводоросли. Здесь в этой маске еще помимо альгината очень много... порошок мяты, она охлаждающая. И очень много вот этой самой спирувины. Дальше мы наносим маску уже на лицо. Начинаем с области... Вот, потом... Она сидит, поэтому... Видите, хорошо, что у нас... Хорошо, что у нас есть вот эта защитная наша штучка. Я и тогда сожалею, что они метр семьдесят, самоглядя на длинологий красавец, который в меч входит. Нина, как относитесь к тому, что вам залепят глаза? Или вы не любите таких историй? Не страшно? А? Вот видите, когда вы сидите, ее немножко тяжело наносить, но сейчас мы будем с той стороны это пробовать. Я думаю, что она почти будет консистенцией, которая должна быть. Вот, но если бы человек у меня лежал, все было бы хорошо, удобно. Вы видите, что я не убрала предыдущую маску? Я наношу прямо на поверхность. И распределяю это... Хотите шпатами, хотите руками. Просто когда человек не жит, удобнее шпатами. Когда человек сидит, удобнее, наверное, распределить ее местами руками. Говорите что-нибудь. Главное правило. Оригинантную маску наносит достаточно толстых слоев. Она должна застыть и хорошо сняться. Дело в том, что вот эти оригинантные маски, которые у нас есть, их делает одна из наших французских компаний-партнеров, которая называется Технечер. Она находится в городе Брест, в французской Брест, на самом-самом западе Франции. Вот, а теперь мы линии немножко закроем глазки. Вот так, раз. Так, вот, в глазки. Допустите. Ну, выглядит не страшно. Видите, на этом есть черная маска, такая же, думаю, страшная. Допустим. Я просила. Спасибо. а теперь посмотрите нам нужно все же зафиксировать овал лица потому что у нины немножечко и она нуждается в коррекции это 1 ищет здесь вот такой же кусок вот такая сила Смотрите, что происходит. Во-первых, маска не течет. Она у вас зафиксирована. Мы подвязали нижнюю часть лица, овалы, подбородок. И фактически кожа немножечко сейчас запомнит вот это вот подтянутое состояние. Мы ее привязали почти к ушам. И ждем теперь, когда она застынет. В сущности, мы с вами проделали очень простую, достаточно лифтинг-процедуру. Не важно, какая у вас там низу альгинатная маска. Важен принцип. Главное, не разведите ее очень жидко. Она будет течь. Лучше чуть-чуть не долить воды. Но тогда вот ее просто нахлобучите на лицо. Так, чтобы это самое можно было распределить. Подумаешь, комочки. Ничего страшного. Ничего не произойдет. Вот сейчас буквально минут в течение 10-15 маска застынет. И вот этот нижний овал лица... Вот мы сфотами нет до этого. Нижний овал лица, вот эти вот гаунины были, нижние вот эти масокубочки чуть-чуть повисшие. По идее, они должны чуть-чуть подкорректироваться сейчас. Понятно, что чуда не будет по той причине, что это ни уколы, ни филеры, ни какие там штучки, связанные с последними этим самыми инъекционными историями. Но это очень-очень действенная процедура. Более того, вы должны помнить, что альгинат – это полисахарид из водорослей. Вот, собственно, с пересмешиванием с водой этот порошок начинает полибилизоваться, застывать вот эту вот такую пленку массу, такую резиночку мягкую достаточно. И вот за время, пока он застывает, он активным образом транспортирует в кожу активные ингредиенты. У нас с вами сейчас там что-то вроде такого парника, парниковый эффект мы создали. Мы нанесли сыворотку, кислородный активатор. Мы под воду сыворотку положили увлажняющую маску, потому что я просто потеряю лицо Нины, а у нее вода шкаплями собирается. То есть она даже не смывается. Настолько кожа немножко огрубевшая. Ей по-хорошему надо было бы сделать сейчас наш пилинг АХА, потом нанести вот эти все остальные препараты и пилинг АХА и назначить фактически в течение пяти дней ежедневно. Но Нина слушает и потом пойдет и будет делать так, как я сказала. Вот, потому что, а когда появится у нас ночная маска и ночной вот этот лосьон для протирания кожи, эта система позволит поддерживать кожу постоянно в таком состоянии активного обмена, то есть обновления. Поэтому кожа придет в порядок и так. Ощущения Нина как? Такое, кажется, подтягивающее. Сначала было прохладно, а полоток и сейчас он действует уже. Сначала холодно, а сейчас маска высыхает и начинает сокращаться. Во-первых, вот эта вот легкая компрессия, она еще убьет пастосность лица. Если у вас есть какие-то легкие отеки, застойные явления, очень частый тип старения, который встречается у нас и в России, и в Беларуси, так называемый деформационный отечный тип старения. Это дама, у которой почти нет морщин, вот, но щечки начинают быстро спадать под действием гравитации. Вот этот гравитационный птоз нарушает овал лица. У таких женщин еще и это приводит к тому, что застаивается влага, нарушается лимфоотток, и вот эта легкая пастосность, легкая припухлость, скажем так, лица. Обычно такие дамы с утра встают с отеками под глазами и так далее. Вот такая процедура для такого типа старения, она совершенно идеальна, потому что вот эта компрессия сейчас на самом деле не убирает еще и избыточную вот эту отечную пастосность из кожи. И сейчас кожа активно напитывается активными ингредиентами, вот, и фактически... Сейчас она немножко должна подстыть, потому что если я сейчас начну снимать ее в прежде время, она будет рваться. Кроме всего прочего, когда вы ее бинтом затянули, вам легче ее будет снять. Она и так легко снимается, если вы правильно ее не берете маску, но здесь вот ее можно нанести дальше в зону декольте и прочее, шеи, вот, зафиксировав вот эту вот часть лица. Ждем немножечко, пока... Давайте я начну... Спасибо большое, Ангей. Пока... Адэя... Да, встает... Как чередовать серию аксиологов и антивозрастной уход? Я бы вам порекомендовала начать процесс в течение месяца, используя аксиологи сияние, то есть провести такую генеральную уборку внутри клеток кожи, детоксикацию, а потом перейти на косметику, которая, ну, определена для вашего возраста. В сущности, после того, как у вас закончится ваша антивозрастная косметика, можете вернуться к серии аксиологов, в зависимости от того, в чем нынче нуждается ваша кожа. Если она сухая, тонкая, с нарушенным эпидермальным барьером, легко раздражается, краснет серия питания, если кожа... Чувствуется ее обезвоженность, она такая пергаментная, вот как у Нины была сейчас, это увлажнение. Вот, собственно, закончилось увлажнение, переходим дальше опять на серию антивозрастную. Здесь хотите, можете взять дневной крем аксиологи, ночной крем антивозрастной, это никак не повредит вашему лицу, потому что в нашем случае мы можем миксовать все препараты, нанося один на другой, используя их вместе, по раздельности, как хотите. Но кислородный активатор и кислородный бальзам, вы не забывайте никогда. Женщине 45 лет, сухая кожа, чем умываться и снимать макияж? Очищающий гель для умывания сушит, в этом случае тогда молочко. Молочко для очищения кожи. Как им правильно пользоваться, вы наверняка помните. Берете небольшое количество молочка, распределяете тонким слоем по поверхности кожи, потом смачиваете пальчики, немножко возюхаете круговыми движениями по коже, для того, чтобы взрывлить эпидермис и растворить загрязнение. Здесь работает система очищения подобного-подобного. В молочке много жировых компонентов, поэтому в жире растворяются абсолютно все загрязнения и макияж. Молочко сняли сухим ватным диском и затем смыли с помощью спонжа. Остатки молочка или с помощью ватного диска, влажный, неважно, смойте его водой. А потом протрите лицо тоником, и все, в общем, будет совершенно в ажуре. Далее, 40 лет и старше, жирная кожа, какие лучше кремы? У меня к вам великая просьба. У меня просто это слово «крема», я не знаю, откуда это взялось в нашем языке, и в русском, и в белорусском, не знаю. Крем мужского рода. Множественное число родительной поддержки. Кремы, нет чего крема. Это кремы. Жирная кожа, какие лучше кремы? Платином неплохо зимой, а летом? Летом здесь возьмите серию увлажнения, которая у нас сейчас вышла. Она прекрасно могла справиться с этой задачей. Ну, а дальше посмотрите внимательно на серию «Эксперт». И в серии «Эксперт» есть ампулы, которые дополняют этот уход увлажнения в антивозрастной серии, вот это «Эйдж Пауэр». И прекрасно совмещаете это вместе. Ампулу наносите вечером под свой обычный крем «Аксиологи», а утром обычный крем со SPF-фактором. Где ваши мастер-классы могут... Мы сейчас начинаем снимать с мастер-классы со мной целую большую программу обучения на YouTube. Поэтому это будет появляться по разным темам. Вот первая, по-моему, съемка будет 24-го числа. Поэтому не волнуйтесь, все будет. И мы договорились с отделом, с дирекцией по продажам, что обязательно это нужно, потому что вновь прибывшие наши консультанты, люди, которые хотят проверить, как работает косметика, никак не понимают, как разобраться в нашем ассортименте. И мы с вами будем потихоньку вникать в сложности, несложные косметические истории под названием «Тактика и стратегия ухода за кожей» в контексте «Фаберлик». Как можно при помощи наших средств компании «Фаберлик» помочь проблемной коже, угри, как правильно использовать эти средства. У нас замечательная серия антиакне в нашем эксперт-фарма. Вот, собственно, это очень рабочая серия, она сделана очень правильно. На самом деле, единственное, что еще хорошо бы к ней добавить, кислородный, наш легендарный кислород, кислородный бальзам. Наносите этот препарат на ночь, под воспалительные элементы. Но, вы знаете прекрасно, углевая сыпь – это, в общем, серьезное системное заболевание. Есть целый протокол общества дерматологов, которые, международное общество дерматологов и последнее директива, написанное в 2012 году, правило лечения углевой сыпи. Это должен делать дерматолог, если речь идет о тяжелых проблемах. Не берите на себя такую функцию врача. Если вы уже погашена активность, есть склонность к воспалительным элементам, да, конечно, мы всегда будем, мы предупредим их появление в обильном количестве. А сейчас мы на самом деле… Сейчас я беру все зеленое. Лесницы на месте. Глаза на месте. Остатки нужно удалить, чтобы клиент не был удручен ошлепками зеленого чего-то висящим на лице. Шея, смотрите, нагрела. А какой у нас свет лица? Лесо светлое-светлое, гладкое-гладкое. Как глаза? Отлично! Вообще-то пока что-то такое, что ресницы на месте. Лесница тоже прохладная, очень мягкая и гладкая, потому что, потому что, вот то, что я действительно изначально, это была такая пергаментная, шуршавая совершенно поверхность. А сейчас мы нанесем немножечко питательного крема и даже того же кислородного октябата. Просто остатки. Посмотреть, все ли я убрала? Вроде да. Чтобы защитить вот эту вот полученную нами замечательную, замечательную историю, смотрите, какая светлая кора. А тоником сейчас по сторонам? Можно поделить тоником, но нет смысла. Сейчас там альгинат на поверхности тоненькой пленочкой, не хочется его рушить, потому что это полисахарид-увлажнитель. Поэтому мы немножечко, вот кислородного октябата добавим. Так я могу найти дневной крем, тот крем, который подходит ей кушу. Мне просто не хочется уже открывать лишние коробки, а это и так хорошо работать будет. Я поделить, я на нижнее веко наношу небольшое количество. Время для век, которые есть, я просто даже боюсь произносить это слово, потому что я знаю, что их давно нет на славе. Но обещают, наша тубная фабрика обещает сделать правильные тубы, которые не отламываются нотики, и все будет хорошо. Ида, все просто посмотрите. Спасибо большое. Прекрасно помогает. Минус 10 лет. Нет, на самом деле, мы не соберем шарик, мы не делали никаких таких прям вообще вещей, которые могли бы прям вот экстренно воздействовать на кожу. Все, что у вас под руками, все, оно, в общем-то, есть всегда. Поэтому спасибо вам. А вы посмотрите. Фея. Фея, это опасно. Все, замечательно. Да.